Миллион в каждый двор Александр Михайлович, последнее время в нашей стране идет активный курс на благоустройство городов. И если вначале мы говорили о каких-то крупных городах, таких как Москва, Казань, которые заметно изменились, то теперь в программу преображения включились и маленькие города, в том числе и наш Саров с этого года участвует в программе формирования комфортной городской среды. До этого были программы ППМИ, которые успешно реализуются, и также известная всем программа Миллион в каждый двор. Вот давайте поговорим, что уже сделано, что планируется сделать, и как преображается город, как мы можем наблюдать наяву, вживую, как эти программы появляются и реализуются в нашем городе. Да, действительно, в последнее время благоустройству территории уделяется очень большое внимание, это правильно. И мы участвуем в программе на федеральной и региональной ряде программ. Мы сейчас подробно о них поговорим поподробнее. Конечно, если взять в целом наш город, то заметное по 2017 году, заметное строительство, это, конечно, объездная дорога вокруг монастыря. И нам удалось за два года освоить 600 миллионов рублей, которые были выделены федеральным правительством. И надо сказать, что мы справились с этой задачей. И, как и договаривались с жителями, мы закрыли проезд через монастырский комплекс только после того, как открыли дорогу объездную. И закрыли проезд по монастырской площади даже не из-за того, что там строится Успенский собор, а уже давно там. Просто в целях безопасности. В целях безопасности, там карста и так далее. Поэтому вовремя эта стройка осуществилась. И вот реально, я сейчас много общаюсь с людьми, рассказываю о работе, органах местного управления, обратная связь, вопросы и так далее. И вот люди реально сейчас, например, со старой части города, с 21 площадки стали добираться быстрее до Нового района на 10-15 минут. Поэтому это заметная стройка. Заметная стройка – это дорога улиц Харитона. Да, когда мы сейчас делали четырехполосные движения, две в одну, две в другую. Поэтому тоже заметно. И, конечно, в Сарое машин много. Машин в Сарое много. И с одной стороны хорошо. А с другой стороны город, он закрыт границами, ему не расширится никуда. Поэтому этим машинам надо как-то ютиться. Машинам надо ютиться. Поэтому зеленая улица всем вещам связана с тем, чтобы было как можно уютнее ютиться нашим машинам. Поэтому мы, во-первых, внутреннюю дорожную транспортную инфраструктуру развиваем. Следующий год, 18-й, наверное, это дорога расширения улицы Симашка. В сторону КБ-50. Проект у нас завершен, проектно-сметная документация. В адресной инвестиционной программе практически. Мы Симашка начинаем и заканчиваем по планам. Да, 18-й год. Мы недавно были в области, тоже вроде бы договорились о своем инвестировании. Что важно, стройка проходит этих объектов в пропорции 30 на 70. То есть 30% денег города и 70% денег дорожного фонда. Нас, Саров, это очень устраивает, потому что у нас есть деньги на свое инвестирование. В этом году мы заложили... Но это наши привилегии, преимущества, потому что эти 30% тоже не каждый муниципалитет найдет. Совершенно правильно, да. В этом году мы заложили 4 объекта на 18-й год вот по такой схеме. Первое, я, пожалуй, назову их в порядке их, так сказать, вероятности реализации. Первое, это, конечно, капитальный ремонт школы номер 10, которые расселены ученики сейчас в 7-ю, в 3-ю, в 15-ю. Проект государственной экспертизы завершен. И мы сейчас надеемся, что мы начнем капитальный ремонт в этом году. Деньги у нас заложены в бюджете. Следующий, это дорога улицы Семашка, о чем я говорил. Следующая школа номер 11, новая, тоже в пропорции 25 на 75 с областью. Тоже проектная документация готова. Мы сейчас ждем программы губернатора по развитию социальной инфраструктуры в области, в том числе и в Сарове. И последний объект, физкультурно-оздоровительный комплекс. Тоже госэкспертиза пройдена по проекту. Нам удалось привести его к типовому проекту. Он будет в районе между Атриумом и поворотом на улицу Садовая. Стоит он примерно 800 миллионов рублей. Но мы считаем, продолжаем традицию наших предшественников. Мы считаем, что в Сарове мы должны строить только хороший, качественный объект. Поэтому в этом смысле ФОК у нас тоже приоритет. Тоже ждем подхода губернатора к этим вещам. Конечно, задача тоже номер один – это парковки во дворах. Парковки во дворах. И в этом смысле у нас подход очень простой. Полнейшая зеленая улица этим делам. Поэтому, если жители где-то видят, чтобы было расширение территории, проезда уширения и так далее, то, пожалуйста, мы принимаем все заявки и берем это к исполнению. Только два условия. Первое – это чтобы жители в основном были за. И второе условие – чтобы не было коммуникации, газ и так далее. Потому что нельзя закатывать асфальт там, где проходят коммуникации. Но это инициатива должна именно от жителей исходить. Они к подписи должны какие-то собрать, куда-то обратиться. Вот как действовать? Ну, на моем примере. Давайте сегодня рассуждать. На примере округа номер 33, где я депутат, мне проще рассуждать. На конкретном примере, да, виднее будет. Вот конкретный пример. 2017 год. Это уширение около дома Силкина 24. Да, жители собрали подписи, там больше 60%. А тем, что они хотели бы видеть там уширение около детского садика тоже. Потому что ищем любую возможность, где можно, например, на 5 машин, на 7 машин и так далее. В этом плане, да, мы взяли это в работу, разработали проектно-сметную документацию и воплотили уже в 2017 году. Ну вот прямо по шагам, чтобы кому-то, может быть, взять на вооружение, вот какой-то инициативный житель пришел к вам как депутату и сказал, вот хотим. Вы сказали, идите собирайте подписи, какое-то там им документальное сопровождение помогли оформить или как это было? Ну, совершенно правильно. Почему мы сейчас все-таки собираем подписи? Это несколько лет назад, когда у меня на округе было сделано администрацией проекты уширения территории для парковки. И они были, деньги затрачены на проекты, приехали строить, а жители вышли и говорят, мы не дадим. У нас здесь дети, это Силкино 3, 4, 4А, вот эта территория, где я раньше был депутатом, ну, пошли навстречу, в итоге сделали там парковки, где я лично обошел жителей и так далее, там, где не хотели. И спросили их мнение, да? А проекты, ну, получилось под сукно, это затраченные деньги. Поэтому после этого вот такая ситуация и зеленые улицы, там, где можно, там парковки делаем. Это вот что касается транспортных дел. А вот этот проект, он реализовывался за счет депутатских денег, так называемых депутатских средств, которые предусмотрены на благоустройство в рамках ППМИ, или вот как он был реализован? Теперь переходим к тому, как можно реализовать проект благоустройства территории. Да, за счет чего? Потому что все это финансы. Да. Значит, вот, как вы уже обмолвились, команда вне, вы же сейчас у власти, и депутатов 26, шла команда с рядом лозунгов, и один из них – «Миллион в каждый двор». И я сейчас встречаюсь много с трудовыми коллективами, с общественными организациями, и некоторые говорят, а где это? Где миллион в моем дворе, да? В моем дворе. И я говорю, что можно было бы, конечно, отшутиться на эту тему, сказать, что это привыкновенный лозунг и так далее. Но давайте на моем примере, раз уж мы начали, округ номер 33, я расскажу ситуацию. Первое. Депутатский корпус новый увеличил количество финансирования, выделяемое на благоустройство на округах из городского бюджета с 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Это уширение проездов, это… Это в каком году увеличили, получается? В конце 15-го года, то есть на 16-й год. Это детские игровые комплексы, это малоархитектурные формы, это благоустройство заборчиков, это лавки, это урны, это тренажеры, это посадка деревьев. Ну, то есть все работы связаны с благоустройством. И теперь, пожалуйста, и мы сейчас, активность граждан возрастает, мы работаем со старшими по домам, значит, либо там, где видим, есть дети и так далее, мы спрашиваем, что нужно там во дворе и так далее. После этого готовим программу на 500 тысяч, и в этом смысле я просто призываю жителей активно обращаться к своим депутатам. Если вы не знаете, кто у вас депутат, бывает и такое, 977-73, секретарь городской думы, она всегда подскажет и фамилию, и телефон, где найти, где проходят встречи и так далее. Поэтому на 500 тысяч формируют, это не значит, что деньги у депутатов в кармане, это бюджетные деньги, но мы даем заявки, администрация все обсчитывает, включает бюджет, это по бюджетным канонам все исполняется. Дальше, это 500 тысяч в год. Дальше, есть программа, вообще программа благоустройства городские, и в этом смысле они выполняются, там сейчас не очень много денег, но тем не менее. Это уже как администрация планирует свои работы, они продолжают как бы исторически проходить в городе. Следующее, у депутатов есть возможность небольшая, но использовать деньги тоже по заявкам депутатов Фонда социального развития. Переходим к более емким проектам. Это, как вы сказали, программа поддержки местных инициатив. Это инициатива губернатора, и первоначально с инициативы выступают жители. Начинал он в 2013 году с бюджетных денег областных в размере 20 миллионов рублей, количество денег на 2018 год областных 300 миллионов рублей. По-простому говоря, например, вы увидели, что вам нужно поставить детский игровой комплекс. У меня в 2016 году по этой программе между Силкино-16, Силкино-14 и Силкино-18 мы просто скоординировались с депутатом Андреем Михайловичем Кротом, который соседний. И так многие депутаты тоже координируются, так проще. То есть двор-то один. Детский игровой комплекс 300 тысяч рублей. Это 2016 год, а 2017 год это уширение, вот о чем я говорил, уширение, плюс еще одно уширение для парковки. 500 тысяч рублей стоит проект 2017 года. Жители предлагают, давайте сделаем. Мы тоже собираем подписи, собираем конкурсную документацию, помогаем жителям. И отдаем эту конкурсную документацию в область. Это депутаты. В этом году помогают жителям. Значит, там какой расклад по финансированию? Если проект побеждает на конкурсе, то 50% финансирования это областные деньги, 30% финансирования это деньги местного бюджета. На этот год 13% это деньги спонсоров. У нас спонсором в 2016 и 2017 году выступила управляющая компания. И 5% сейчас это деньги жителей. Вот чем хороша программа, где жители вкладывают свои деньги? Вот губернатор приводил пример. Где-то построили дорогу в каком-то районе, в Нижегородской области, и жители по этой программе. И они приходят, говорят, а вы запретите там ездить с большегрузом, они портят нашу дорогу. То есть отношение другое. Ответственность уже, да, я вложился, я уже бережно к этому отношусь. Да. Поэтому в этом году по этой программе квота у нас в городе 16 миллионов рублей, 8 проектов. В среднем по 2 миллиона. Получается охват практически весь город. То есть как бы если депутаты координируются, получается, ну, 16 на 2, где-то 8 проектов по 2, это где-то половина депутатского корпуса тоже участвует в этой программе. Есть, конечно, сложно. Это очень хорошо. У нас депутат Амельичев работает, Павел, по ТИЗу. У него там прям масштабные такие проекты. Да, у него две улицы уже за это время оснащены коммуникациями. Этот год он планирует третью улицу в этом смысле. Поэтому вот. Это вот еще. Ну вот, насколько я знаю, по опыту прошлого года, ППМИ областью, программа поддержки местных инициатив областью очень серьезно поддерживается. То есть все 8 заявленных проектов, они все получили финансирование. Даже дополнительно еще 2, которые сначала не победили, там остались деньги, да, и добавили еще 2. Получилось, что все 8, они получили поддержку. Вот. И еще одна, на которой хотелось бы поподробнее остановиться, это программа оформления комфортной городской среды. Это президентская программа. Которая вот стартует в этом году. Стартует в этом. Она стартовала немножко раньше, но Саров попал с 2018 года в эту программу. Нам выделено 24 миллиона рублей по этой программе федеральных денег, ну, через регион. У нас состоит из двух частей. Первая часть – это благоустройство дворовых территорий. В этом году поступила, причем тоже инициатива жителей. Вот там такой комплект документов нужно заполнить. Я, честно скажу, опять же, по своему округу оставалось 3 дня, и как-то, ну, я подумал, жалко, как не поучаствовать. Я отдал инициативным жителям Шверник-43, значит, старшим по дому, Комарова Ирина Васильевна, значит, возглавил этот процесс. Я думал, не соберут. За 3 дня прислали, все собрали. Молодцы какие. Такой комплект. Мы отдали его на конкурс. Это освещение дорожки, значит, от Шверник-39 до Шверник-40. А напомните, какие работы входят? Любые. По благоустройству. По благоустройству. Мафу, освещение, асфальтирование, все, что угодно. Причем, чем ценный этот проект, освещение этой дорожки, потому что были претензии контролирующихся органов, что там детский садик, и поэтому он должен быть освещен тоже в плане безопасности и так далее. Поэтому, как бы, и вот из 16 поданных проектов по городу, где тоже они на грани округов и так далее, 14 победило, 7 миллионов рублей, в среднем 500 тысяч на проект. То есть это еще деньги, 500 тысяч. И о чем мы сейчас все говорим, и мы ждем всех, призываем горожан прийти поучаствовать, потому что для нас это очень важно. 18 марта будет, конечно, главное это выборы президента, но параллельно, не мешая, абсолютно не касаясь выборов в избирательных участках и так далее, будет организовано голосование рейтинговой по выбору у нас в городе общественного пространства, который будет вот на эти 17 миллионов в первоочередном порядке в этом году благоустроен. Как вы знаете, у нас прошел предварительный голосование, 9 тысяч человек приняло участие, это очень прилично. На десятая часть. Да, и как область говорит, Саров в этом плане лидер, вот именно по отношению... Значит, люди заинтересованы. Да, именно по участию в этой программе. Но тут реально 17 миллионов рублей должно быть освоено в этом году. И как вы знаете, если в приоритетном порядке по рейтингу тот, который на предварительном голосовании распределить, то есть 6 проектов вошли в голосование 18 марта, первый это парк Аминезернова, второй это лыжная база, третий это парк Сосино, затем бульвар микрорайон 15, по-моему, бульвар микрорайон 15, третье место, парк Сосино четвертое, затем 22 микрорайон, скверы бульвар и бассейн, это вторая очередь благоустройства. Реально есть дизайн проекта, они будут вывешены, сейчас они в СМИ везде и так далее. Поэтому это вот 17 миллионов рублей, но это общее пространство. А получается эти проекты, проект победителя, он будет еще дорабатываться, то есть это такой дизайн проект набросок, насколько я поняла. Он набросок, но там уже сейчас абсолютно четко определено, что будет на этой территории. И он должен быть, еще раз скажу, 100% реализован в этом году, он будет реализован. Остальные, выстроенные по рейтинговому голосованию, будут включены в муниципальную программу для последующей реализации. Это не значит, что не появится новый, новый тоже появится. Но тем не менее, как люди проголосуют, мы их распределим по мере их реальности воплощения. Поэтому в этом смысле, конечно, очень важно. Это практически первая инициатива, когда реально людям говорят, придите, ну просто отдайте свой голос. Что сложного-то? Прийти вот 18 марта, но тем не менее, мы реально будем понимать, что людям интересно. Я вот свое мнение могу сказать. Интересно, да, вы за какой проект? Да, мы на мне сегодня как бы тут обсуждаем ряд вещей. Когда мы делали, я как депутат скажу, и как житель города, не как глава города, потому что я как глава города должен, конечно, все проекты, я их все поддерживаю. А как житель, я еще, когда мы курировал строительство Ледового дворца, потом театра, это было 12-14 лет назад, когда у меня городской курьер спал. Что вы считаете дальше? Я говорю, я считаю, что дальше нужно, конечно, сделать хороший городской парк. Это место в центре города, и молодежь, чтобы ходила. Ну в идеале, пришли мы с семьей утром, нырнули туда. Я пошел, например, там в одноме, шахматы поиграть. Супруга пошла в салон, дети пошли покататься на каруселях. Потом вместе собрались в кафе, в кафе посидели, значит, и так далее. Потом опять пошли в кинотеатр. Ну на западе, на западных странах, вот как Олег Токтаров сказал в поддержку парка Зернова, ну есть такие вещи в Лондоне, есть в Париже, есть в Москве. А мы чем хуже? Мы ничем не хуже. Сорок город мирового уровня. Вы описываете, это ведь, ну, не 17 миллионов. Абсолютно правильно. Но мы считаем, что это первый будет толчок к развитию парка. Конечно, не 17 миллионов. Но у нас есть планы, они четко прописаны. Мы разрабатываем проектно-сметную документацию на реконструкцию всего парка. Хотелось бы, например, аквапарк иметь. Это было бы замечательно. Да, поэтому вот как бы я так кратко назвал те позиции по благоустройству территорий, на которые можно ориентироваться. И главное, что я хочу сказать, любому проекту сейчас по благоустройству территорий можно нишу найти для его реализации реальной. Внимание к этому очень большое. Вот еще договорю про парк. Мы участвовать будем, причем надеемся все-таки победить, потому что президентская программа предусматривает еще от 50 до 100 миллионов рублей для малых городов. Вот именно финансирование. Это отдельные гранты. Отдельный грант 18-го года. Мы будем подавать парк на вот эти вещи. Конечно, если мы выиграем от 50 до 100 миллионов, это тоже будет очень большое. Там сложнее, а то в области только один проект пойдет. Но мы надеемся, мы к этому готовимся. Поэтому, если у жителей есть предложение, пожалуйста, к администрации, к депутатам, которые на связи с администрацией, любому проекту мы нишу найдем. Ну вот вы говорите, рейтинговое голосование, 6 объектов включены. На этот год мы получаем федеральное финансирование. Как будут обстоять дела на следующий, последующий год? Я думаю, что это должно продолжиться. То есть эта программа, она будет действовать. И такой момент еще хотела внимание зрителей обратить на это тоже. Голосовать могут подростки с 14 лет за проект. Вот я помню, что я, когда мне не было 18, я очень завидовала своим родителям, что они идут, там какие-то галочки в бюллетенях ставят, голосуют. Мне этого тоже очень хотелось. Так вот, дорогие зрители, кому еще нет 18, от 14 до 18 можно также прийти по тому же адресу, где будет проходить голосование за выборы президента и проголосовать за общественную территорию, которая будет обустроена в рамках программы формирования комфортной городской среды. Нужно еще добавить маленький штрих, проголосовать можно не за одну, а за две территории. В одном бюллетене можно две галочки ставить. В одном бюллетене, там будут у нас консультанты, они все расскажут, покажут дизайн проекта. Поэтому мы вас, дорогие жители, ждем 18 марта. Конечно, в первую очередь повторим выборы президента Российской Федерации. А второй момент, это выборы общественного пространства, которое мы будем с вами вместе благоустраивать в городе. Вы сказали, там будут консультанты. То есть, если я, допустим, не знакома с проектами, я могу смело идти и мне все покажут, все расскажут, эти дизайн проекта будут представлены. Да. И все-таки вернемся к миллиону в каждый двор. Вот вы перечислили все программы. Складывается у нас миллион? Давайте посчитаем. Давайте посчитаем. 500 тысяч на округ ежегодно бюджетных денег, 500 тысяч денег по программе ППМИ, примерно 50 тысяч денег из фонда социального развития. Поэтому мы насчитали уже и по комфортной городской среде 500 тысяч. Получается полтора миллиона в год. Если у меня три больших двора, то за пять лет это уже сумма даже больше, чем миллион в каждый двор. А если еще объединиться с депутатом-соседом, то можно еще больше сделать? Совершенно правильно. И нам администрация сделала анализ. У нас 83 двора, которые, многоквартирные дома объединены, 83 двора. Сделали анализ. Мы приближаемся, мы практически выполняем в каждом дворе эту цифру. Спасибо за эту беседу. Это был Александр Тихонов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!